Своебразная санитарная тревога произошла сегодня в Санкт-Петербурге. На борт прибывшего в город иностранного круизного лайнера были срочно вызваны врачи. Им предстояло проверить нескольких пассажиров по подозрению в заболевании так называемым свиным гриппом. Шесть человек во время путешествия почувствовали себя плохо. Худший диагноз, к счастью, не подтвердился. Поэтому реки и медики показали просто образцовое взаимодействие. Репортаж Александра Чиженко. Свиной грипп, барьеры для которого выставлены на всех воздушных и сухопутных границах, теперь пытаются проникнуть в Россию море. Тревогу вызвал круизный лайнер «Эмиральд Принцесс», который ранним утром прибыл в Петербург, имея на своем борту 3000 туристов и 1200 членов экипажа. Шесть членов экипажа с высокой температурой, находятся в изоляторе уже несколько дней. Информация об этом поступила из Хельсинки. Бригада российских специалистов, сформированная Роспотребнадзором, обнаружила на прибывшем судне еще более масштабную картину. На момент прихода в порт в Санкт-Петербург были изолированы в каютах 33 члена экипажа и один пассажир. Которые в ходе рейса имели симптомы ОРВИ и ОРЗ. Проведенные экспресс-тесты подтвердили наличие вируса гриппа А у 14 человек. Почти все они уже идут на поправку, кроме английского пассажира, севшего на корабль 25 июня с признаками недомогания. Тот ли это вирус, который, чтобы не обижать свиноводов, официально называют «Калифорния-0409», можно будет сказать лишь после углубленных исследований. Тем не менее, все заболевшие помещены на карантин. Остальные, пройдя через температурный датчик утрапа, смогли сойти на берег. Слухи о подозрении на свиной грипп на корабле никак не повлияли на экскурсионную программу. Большинство туристов ничего не знали об этом, а те, которые узнавали от нас, не проявляли никаких признаков беспокойства. Я не особо волнуюсь по этому поводу. Это все коммунистическая пропаганда. Правда, кое-что необычное в действиях экипажа некоторые все же заметили. Да, я видела, как они закрывали масками нос, но нужно еще закрывать и глаза. Должна быть полная маска. По мнению специалистов Роспотребнадзора, у петербуржцев нет причин для беспокойства. Те граждане, которые ступили на территорию города, они здоровы. Здоровы. Абсолютно здоровы. Да и сам грипп не так страшен, как казалось поначалу. Здесь ведь ничего такого особого нет. Грипп лечится замечательно. Причем этот грипп тоже. Всеми противовирусными препаратами нет. Что же касается круизного лайнера, то уже завтра вечером он отправится в Таллин. Александр Чижинок, Александр Плешкин. Северо-Западное бюро ТВ-центра. Санкт-Петербург.